А кто сражение выигрывает? Военачальник или солдат? Сражение всегда выигрывал и выигрывает солдат. Но это в классическом варианте, как мы говорим. А так, конечно, ни одно сражение не будет выбрано, если военачальник не будет обучен грамотно проводить стратегию, проводить линию подготовки и проведения любых операций, как воздушных, так и наземных и других направлений. Вы знаете, мне кажется, честно говоря, что этот ответ, что выигрывает солдат, это ответ политика, ответ не полковника, а главы республики, потому что это то, что хочет услышать аудитория. Ни в коем случае. Я вам обосновлю то, что вы сказали. В тот период пик, когда армия была не в самом хорошем положении. Я вам скажу, что в чем формулировка, что сражение выигрывает солдат? Это оно имеет такой глубокий смысл. Почему? Потому что на плечах солдата все выносится. Это не мои слова, не мои наблюдения. Это наблюдения. Они вошли в образовательный процесс и академии, и военных училищ. Мы в классическом варианте, когда говорим в образе русского солдата. Мы же, и я себя представляю, как русские солдаты, и любой житель страны, которая служит в российской армии. И поверьте мне, во многих там перипетиях приходилось нам участвовать, нигде наш солдат не проигрывал ни в чем. Когда мы говорим, что выигрывает солдат на поле боя, мы говорим, что солдат несет основную тяжесть этой войны. Кто бы ни планировал, кто бы ни проводил, любой. Почему? Потому что на острие, как я, который там направляет или стрелы, как мы говорим на карте, на острие этой стрелы, которую мы ведем на картах, чтобы сидеть вот именно солдат, который выполняет эти задачи. Вот так принято говорить. Это не слова политики, это слова любого командира. Любой командир, получающий боевую награду, в первую очередь, говорит своим солдатам, спасибо за это. Ну, Сталин ему приписывает, вот высказывает, что войну выиграл русский солдат. А как вы, кстати, относитесь к фигуре генералиссимуса? Ну, разве же сказали генералиссимуса, да, симус фигуре. До него эти слова сказал Великий Суворов. Как человеку, благодаря которому выиграли Великую Отечественную, ну, конечно, я отношусь положительно. А как, как бы, помягче сказать... Зачем помягче? Вы говорите, как думаете? Да, я имею на это полное моральное право. Почему? Потому что благодаря его политике, благодаря тому, что я лично его участию, поэтому для нас, для моего народа лично, он, конечно, никогда не будет другом, он будет, там, врагом номер один. Почему? Потому что благодаря нему наш народ полностью был депортирован. Ну, так же, как и соседи ваши? По задуманным причинам. Я здесь, в этом случае, я не делю ингушей и чеченцев. Почему? Потому что нет, калмыковые, вы тоже выселяли, да, и крымских катар. Вы считаете, не было никаких для этого оснований? Ну, если вы... Если вы думаете, что... Не ваше мнение интересен? Ну, конечно, не было. Конечно, не было. Это бесспорно, да. И как может быть основанием выселить там, а не депортировать. Но при этом были геополитические интересные. И я здесь не буду... Советского Союза в целом. Не Советского Союза, вот того руководства, которое было. Интересно. Я здесь не буду там в истории выдаваться, но, тем не менее, вы сказали мое мнение, поэтому меня здесь больше к тому склоняюсь, что для меня он все-таки враг, номер один моего народа, благодаря которому, политике которого, мы довольно серьезно пострадали. Я же по профессии разведчик, поэтому для меня нет неожиданных черт-призов и неожиданных вопросов. Я сегодня просмотрел передачу, где такую же передачу вы снимали про Рамазана Гаджимурадовича. Хочу сказать, что спасибо за то, что вы все-таки нас, глав, приближаете к своим народам. Вы затрагиваете вопросы не только политическим, а еще жизни человека. Вы населению, нашим народам показываете, что мы такие же люди, как и они, со своими проблемами, со своими болью, со своими плюсами, минусами. И к нам надо относиться не только как к главе субъекта, а относиться как к людям, как к человеку. И нас тоже надо иногда защищать, нам надо иногда тоже сочувствовать, нас надо иногда тоже хвалить. Я думаю, что многие люди это увидят, и им приятно. Почему? Потому что мне было приятно посмотреть и про Рамазана Гаджимурадовича, совершенно с другой стороны. Я даже сам не знал, что он может быть другим человеком, как вы его показали. Поэтому я считаю, что передача, она хорошая, и будете иметь такой хороший успех.